Семинар о праведности по вере Маргарет Дэвис Часть первая Добрый вечер! Давайте помолимся! Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что Ты призвал нас быть Твоими детьми. И сегодня мы хотели бы поразмышлять больше о плане спасения и о том, что Евангелие действительно имеет силу, чтобы помочь нам жить той жизнью, которой Ты желаешь, чтобы мы жили. Благослови нас особым образом. Пусть Дух Твой Святой ведет во всем, что я буду говорить, и пусть это побудет наши сердца, любить Тебя больше. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Я передаю Вам приветствие из нашей церкви в городе Амстронг, Британской Колумбии. А также меня просили в Румынии, где я проповедовала в семи церквях пару недель назад, чтобы я обязательно передавала приветствия везде, где я буду, от их церквей. Там я даже проповедовала в цыганской церкви. И это был хороший опыт. В Румынии очень сильная адвентийская группа, очень активная. Хорошо. Я бы хотела поделиться тем, что Бог помог мне понять о силе Евангелия. Но прежде всего, нам нужно понять, что нам действительно необходимо в наших сердцах. Когда богатый юноша подошел к Иисусу, Он сказал, «Учитель, благий, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Луки 18, 18. Иисус ответил ему и сказал, «Если хочешь войти в жизнь вечную, то соблюди заповеди». И юноша очень был рад такому ответу. И он спросил, «Какие?» Иисус ему сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать твою, и люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус обратил внимание на этого юношу. Он знал, что он был честен, когда он отвечал, «Что все это сохранил от юности моей. Чего еще не достает мне?» Хороший юноша, пребывающий в полном неведении, что он находится на пути к погибели, на самом деле он не соблюдал заповеди, потому что его представление мы читаем в книге «Наглядные уроки Христа», страница 391. Его представление о законе было внешним и поверхностным. Сутья с точки зрения человеческой, он сохранил безупречный характер. По какому стандарту? По человеческому стандарту. Безупречный характер. В глазах родителей, в глазах друзей. Его внешняя жизнь в большей степени была свободна от вины. Он воистину думал, что его поведение было без пятна. Хороший юноша. Не убивал, не крал, не обманывал, не делал ничего такого, о чем было написано в заповедях. Не прелюбодействовал. Но чего не доставало? Иисус подошел к самой сути. Иисус сказал, «Юноша, иди и продай все, если хочешь иметь жизнь вечную. Потом раздай все бедным и следуй за Мной». И тогда юноша осознал, что он не любил ближних своих, как себя. И он не желает делить свои богатства с бедными. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И он отошел от Иисуса и остался на пути к смерти. Очень эгоистичный молодой человек. Никакой эгоист не войдет на небо. Мы читаем в книге «Желание веков», страница 519. «Христос читал сердце начальника. Тому недоставало только одного». Но это и было жизненно важно. Жизненно важно означает, что это совершенно необходимо. Ему нужна была Божья любовь к сердцу. И это отсутствие, если не восполнить, могло оказаться роковым для него. Ему нужна была Божья любовь. «Сердце не просто человеческая любовь». Мы читаем Иоанна 13, 35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это то, как мы можем доказать, истинно ли мы Божьи дети. Какова это любовь? И нам говорится в 1 Коринфянам 13, 4, 7. «Любовь, терпеливая добра» – это есть Божья любовь. Земные родители часто нетерпеливы и даже недобры к своим детям. Но если мы имеем Божью любовь в сердце, то мы будем терпеливы и добры, даже когда наши дети непослушны. Потому что, когда наши дети непослушны, у них есть проблемы, и им нужна помощь, и им нужны молитвы, и им нужно много любви, чтобы привести их на правильный путь. Им не нужен гнев и нетерпение. Но как многие из нас делают все наоборот, нас наказывают нетерпением, вместо молитв. Нам говорили, что мы никогда не должны поднимать руку на детей, чтобы дисциплинировать ребенка порком, пока мы не помолимся с тем ребенком. И если он покаялся, то ему не нужна порка. Я не поступала таким образом, и мои родители тоже так не поступали. Мой отец в особенности. Он всегда воспитывал нас в гневе. Мы считались христианами. Но мы, тем не менее, по-настоящему не понимали, как иметь Божью любовь в сердце. Я выросла в адзентистской семье. Мой отец был очень строгий воспитатель. У нас было 11 детей. У него было много возможностей, чтобы нас дисциплинировать. Но также он не мог контролировать себя. Он не мог дисциплинировать себя. Он становился нетерпимым. Он раздражался, он гневался, и иногда очень гневался. Что было не так? Он не знал, как иметь Божью любовь в сердце. И написано, что любовь не завидует, не гордится, она не превозносится, не мыслит зла. Любовь не ищет своего. Не было бы ссор в семьях, если бы мы имели такую любовь. Но я настаивала на своем, когда мы с мужем воспитывали детей. Я чувствовала, что он был слишком суров и эгоистичен с ними. Так я настаивала на своем, искала своего. Я второй ребенок по счету из 11 детей. Так я работала с маленькими детьми все свое детство. А он никогда в жизни не работал с детьми. И так я настаивала, что я знаю лучше. И мы спорили с ним об этом, и даже в присутствии детей. Но в то же время мы считали себя христианами. Мы не понимали Божьей любви. Любовь не ищет своего. Любовь не раздражается, не обижается. Но я раздражалась, и я обижалась. О, я не выходила из себя, как мой отец. Но я обижалась на моего мужа, если он не делал что-то правильно. И я винила его. Знаете, это так легко, винить кого-то, когда мы нетерпеливы. Потому что кто-то не сделал то, что мы хотели, чтобы он сделал. Так? И это такая естественная вещь – обвинять. И мы виним наших детей. Вы знаете, что мы делаем? Бедные дети несут свою собственную вину, потому что они поступили неправильно, и им нужно было воспитание. И тогда родители расстраиваются и раздражаются, и перекладывают свою вину, вину за свои грехи на детей. Потому что если бы дети слушались бы, они не гневались бы. Знаете, я просто не понимала, что мы делали. И мой отец всегда винил других, когда он гневался, всегда. И Атам и Ева обвиняли, как только они согрешили, не так ли? Они стали обвинять другого. Видите, это естественно, когда мы грешники. Но христиане таковыми не являются. Знаете, иногда люди говорят, что мы же простые смертные. Если вы только простой смертный, то вы не христианин. Христиане связаны с виноградной лозой. Христиане имеют Святой Дух, поступающий в маленькую ветвь, которая есть христианин, и производящий плод Духа Святого. И первый плод Духа какой? Любовь. Таким образом, вы можете протестировать себя. Являетесь ли вы настоящим христианином? Божий Дух контролирует ли вас? Или это ваша человеческая природа контролирует вас? У христиан Христос живет внутри, не стоит снаружи и не стучит в дверь. И они понимают силу Божьей любви. Они могут терпеть неудачу время от времени, но они узнают мгновенно, что они перестали пребывать во Христе. И что было неправильно. И они признаются, что они неправы, и они не винят других, когда они терпят неудачу. Потому что мы не можем винить кого-то за наши грехи. Не так ли? Мы не можем. Не имеет значения, что люди делают. Любовь не раздражается и не обижается. Она не радуется неправде, но радуется истине. Сколько переносит любовь? Все. Все с терпением и добротой без раздражения, без обиды. Мой муж и я, мой муж служитель, мы были миссионерами на Филиппинах и в Индии в течение 10 лет. И когда мы вернулись обратно, мой муж был редактором «Ревью Энгеральт» в течение 20 лет, пока он вышел на пенсию. И да, мы так же думали, что мы христиане. И в то же время у нас были такие проблемы, не такие большие, как у моего отца, но они были. И когда я вернулась домой с миссионерского поля, в 1970 году я навестила своих родных. Моему отцу было 78 лет в то время. У него были проблемы с сердцем. Он знал, что он мог упасть замертво любую минуту. И он знал, что его дни подходят к концу. И в таком состоянии у него еще был 18-летний сын дома, который приносил ему больше неприятностей, чем все остальные 10 детей вместе взятые. Этот мальчик родился в его преклонном возрасте с разницей 12 лет с предыдущим ребенком. Таким образом, это был единственный ребенок. Ему одному уважение. И вначале его испортили, а потом с ним невозможно было справиться. И они жили в городе в то время, а не за городом. И так мой отец боролся с этим ребенком, понимая, что его жизнь может закончиться сегодня. И он знал, что только победитель будет на небе. И Библия ясно говорила ему, кто побеждает, а он не побеждал. И таким образом он был напуган. И он подошел ко мне, я жена служителя. Он ожидал, что у меня будут ответы. И он сказал, Маргарет, что такое праведность по вере? Люди говорили об этом недавно. И это было в начале 70-х годов, в конце 60-х годов. И было много разговоров о праведности по вере в наших церквях. И он слушал, но он не понимал. И тогда он спросил, что это такое? Я сказала, я не знаю, 18-летний сын дома. Не знаю. И он сказал, но кто-то из сестер изучали этот вопрос. Послушай, что они нашли? Скажи мне, правда ли это или нет? Так, я слушала всю субботу после обеда. Периодически мой отец поворачивался ко мне и спрашивал, они правы? Я отвечала, я не знаю. Видите ли, я была работником для Бога, но не была ученицей слова. О, да. Я читала Библию и прочитала ее много раз. Но вы знаете, можно читать Библию и знать все истории, записанные в ней, но не понимать по-настоящему Евангелие. Не понимать действительности, как быть соединенным с Богом. Мы жили в городе в то время и они за городом. Живую связь. И так я не понимала. Как мой отец боролся с этим? Вечер продолжался, и мой отец становился все более и более обеспокоенным. И в конце он закричал, «Маргарет, может закончиться сеть, Маргарет, помоги мне!» И я не могла помочь ему. Я помогла сказать, «Папа, постарайся быть еще!» Но в тот момент я знала, что это не ответ. И я ничего не ответила. Я вернулась домой с целью, «Что я найду, как помочь отцу». Так я начала изучать Библию и Дух Пророчества. В начале это было трудно и скучно. Я была трудоголиком. Мне хотелось работать с детьми и что-то делать, но я заставила себя сосредоточиться. и постепенно Библия и Дух Пророчества стали живой водой и живым хлебом для моей души. И тогда мне захотелось проводить часы в изучении. Я нашла жизнь для себя. Я осознала в краткий срок, что я не была христианкой. Я была как богатый юноша. У меня была только форма религии, не ведая, что я не имела живой связи. Так я изучала и обнаружила ответы. И тогда я стала молиться, «Господь, теперь пошли меня к моему отцу». Через четыре года Господь это устроил. Я вернулась и поделилась с семьей. Мы читаем книги сыновья и дочери страницы 49. «Многие обманывают себя, ибо принцип любви не воцарился в их сердцах». И Библия говорит 1 Коринфянам 13, 1-3 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий, если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, не имея любви, то я ничто». «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, сколько я приобрету?» Ничего. Видите, как это важно? Это Божья любовь, и нам сказано в точности, какая она, и это первый плод Духа Святого. По плодам их вы знаете, их, как сказано в Иоанна 13, «Потому знают те, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Когда мой муж и я открыли, как иметь такую любовь в наших сердцах, нашим детям, было 22, 21 и 13, когда мы открыли настоящее христианство, наша младшая дочь кружилась по дому и пела, «Что-то случилось с папой, он больше не такой, как прежде». Она увидела разницу сразу, даже несмотря на то, что у нас была хорошая семья до этого, но была разница. И как сказано здесь, даже если мы отдадим тела наши жертву насажения, мой отец был бы рад быть мучеником. Он с нетерпением ждал времени скорби. Когда Он мог бы стоять за истину, хотя бы и небеса поколебались, Он был бы рад быть мучеником, но братья и сестры, Он бы не приобрел ничего, потому что в Своем доме, в Своей семье Он не жил Божьей любовью. И Он перекладывал всю Свою вину, все Свои грехи, сердце на Как печально и как мог Бог ему помочь, если Он винил других за свои неудачи. Видите? В полном неведении о том, как быть христианином и написано в книге Евангелизм страница 152 Я хочу, чтобы вы ясно осознавали, людей удерживает под повиновение истине путаницы идей, а также незнание того, каким образом предать свою волю и ум Христу. Они не знают, каким образом люди нуждаются в особом наставлении, наставлении относительно того, как стать христианином. И это то, чему я научилась, и это то, чем Господь просил меня поделиться. Если другие, то был так же обманут, как я была. Мы читаем Виана 3, 1, 2. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус посмотрел на Никодима, он видел, что он был искренен и искал истину, поэтому он подошел к самой сути. Он сказал, «Никодим, тебе нужно родиться свыше». Никодим устрашился мыслью о царстве. Слишком ясно было для него видно его нынешнее состояние. Мы читаем книги «Желание веков», страница 171. Он был уверен в благорасположении к себе Господа. Он не чувствовал, что нуждается в перемене. Он был обеспокоен словами Христа. «Знаете, иногда люди говорят, «Миссис Дэвис, вы заставляете нас чувствовать себя потерянными. Слава Богу! Я бы желала, чтобы кто-то подошел ко мне до моего крещения в возрасте 14 лет и заставил меня почувствовать себя потерянной. Таким образом, я бы могла понять настоящее Евангелие. Но в течение всех лет и даже несмотря на то, что мой муж был служителем, мы никогда этого не понимали». В чем была проблема Никодима? Иисус сказал, «Если человек не родится свыше от воды и духа, он не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, мы все рождены от плоти, но рожденный от духа есть дух. Если человек не родится от воды и духа, не может увидеть Царствие Небесное. У Никодима не было извинений. Изекииль говорит о новом рождении. Давид говорил о новом рождении. И мы читаем в книге «Желание веков» страница 172 «Тот, кто надеется достичь Небес своими делами исполнением закона, пытается сделать невозможное». Висповедующий законническую религию о внешнем благочестии не может чувствовать себя в безопасности. Жизнь христианина это не изменение или улучшение старого. христианская жизнь это не просто избавление от этого греха или от того греха, немного улучшение здесь или немного там, но преобразование естества это смерть для себя, смерть ко греху и новая жизнь. Все вместе это духовная жизнь, которую Бог обещал нам дать. Если мы придем к подножию креста, но я даже не знала, что это значило прийти к подножию креста, я не знала, что это значит умереть для себя. Мы читаем в библейском комментарии том 6, страница 1075. Новое рождение это редкий опыт в этот век. Это причина, почему так много замешательства в церквях, так много разбитых семей. Среднее число разводов в наших церквях приблизительно такое же, как среднее число в мире. Как грустно. Так много детей уходят в мир. Многие, очень многие, кто называются именем Христа, не освящены и не святы. Они приняли крещение, но они погребены заживо. Собственное я не умерла. Таким образом, они не воскресли, не воскресли к новой жизни во Христе. В этом была проблема, и мы не понимали, как умереть для себя, как многие из нас до крещения. говорили, что мы должны оставить грехи мира, курение, выпивку, разгул, если вы это делали. Как многим из вас говорили, что вам нужно оставить грехи мира до крещения. Большинству из вас, как многим из вас говорили, не только оставить грехи мира, но отдать все сердечные грехи Иисусу, право гневаться, право быть нетерпеливым, право обижаться, право раздражаться. Все эти грехи сердца, как многим из вас сказали, как оставить все это до крещения. Вот в чем проблема. Вы видите, мы извиняем наши грехи сердца, и мы можем никогда не уйти в мир. Я не ушла, но у меня были грехи сердца, и я извиняла их. Когда я обижалась на моего мужа, я винила мужа. Когда я раздражалась на своих детей, я винила своих детей. Вы видите, и это самая суть христианства, суть того, кто мы есть, что в нашем сердце. Иисус сказал, отдай мне свое сердце. Не просто отдай мне все мирское, но отдай сердце. Есть ли другое? Знаете, если мы не отдадим ему наши сердца, как он сможет дать нам свое сердце? Как он сможет сотворить новое сердце и новый разум? Если мы не отдадим ему старое сердце, он не может это сделать, и тогда он стоит и стучит в дверь. И там он будет стоять всю нашу жизнь, до тех пор, пока наконец мы не поймем, были ли другие, которые были обмануты? Давайте подумаем. О неразумных девах. Матфея 25, 1, 4. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых, а пять неразумных. Разумные, взявши светильники свои, взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Это очень важно. мы понимаем, что такое сосуды и светильники. Мы читаем книги «Наглядные уроки Христа». Наглядные уроки Христа – это книга, которая по-настоящему открыла мне глаза, потому что она объясняет все притчи Христа. Таким образом, я начала понимать, что Христос говорил в этих притчах. Мы читаем на странице 406-408 два класса ожидающих. Представляют собой два класса, называющие себя ожидающими их Господа. Они названы делами, потому что признают свою веру чистой. Это очень искренние люди, поведающие чистую веру. Светильниками символизировано Слово Божье. Это светильник. Масло символизирует собой Святой Дух. И таким образом, они все молились, чтобы Дух Святой просвещал их, когда они изучали Слово Божье. Все имели масло в светильниках, и все светильники горели в начале. Все имеют знания Священного Писания. На время не было видно различия между мудрыми и неразумными. Когда мы приходим в церковь, мы все выглядим как мудрые девы. Невозможно с точностью сказать, разве если только вы не живете в доме человека, чтобы узнать, он как мудрая дева или как неразумная. как это можно понять? По плодам Духа Святого, потому что это Святой Дух. Масло это символ Духа Святого. На время не было видно различия между ними, так и с церковью, которая живет как раз перед Вторым Пришествием Христа. Все имеют знания Священного Писания, все слышали весть о скором приближении Христа и доверчиво ожидают Его явления. Что делают неразумные девы? Доверчиво ожидают пришествия Христа, полагая, что они готовы. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Многие кажутся неготовыми. У них нет масла в сосудах при светильниках. Они все имели небольшой сосуд. Это символизирует собой сосуд. Он символизирует нас. Мы названы сосудами в Библии, которые должны быть наполнены Святым Духом. И этого недостаточно, чтобы просто просить Святой Дух просветить нас в Слове Божьем. Мы должны пригласить Дух Святой внутрь нашего сосуда. И это то, что неразумные девы пренебреглись делать, они не понимали. Библия говорит в Римлянам 8-9. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И как мы узнаем, вадимы ли мы Духом Святым, по плодам, особенно когда мы искушаем и впасть в уныние? А если вы имеете плод Духа Святого, если вы знаете, как пребывать во Христе, вы будете иметь плод Духа Святого. Все лампы являются наружным подобием религии, но только пять имели внутреннее благочестие. Пять из них желали обрести масло, масло благодати, Духа жизни в Иисусе Христе. Дух Святой не обитал в их сердцах. Без масла благодати какая польза носить лампу, носить лампу вероисповедания? Мы можем исповедовать, что мы христиане, но если Дух Святой не приглашен жить в нашу жизнь, чтобы контролировать ее через плод Духа, какая в этом польза? Потому что Бог смотрит на сердце, а не только на внешнее. В этом заключается величайшее разочарование, которое влияет на разум человека. Эти люди верят, что они правы, в то время, как они совершенно заблуждаются. они найдены желающими обрести масло, когда это слишком поздно. Как печально. Слишком поздно. Они стучат в дверь жениха, и жених ответил, «Я не знаю вас. Как печально». Братья и сестры, можете ли вы представить, как почувствуют себя неразумные девы, когда Иисус придет? Я даже не хочу думать об этом, потому что это искренние люди, это честные люди. Они действительно хотят быть спасены, и они действительно думают, как Никодим, что они находятся на пути к вечности. Мы читаем в книге «Наглядные уроки Христа 141». Представленные неразумными девами не являются лицемерами. Они не лицемеры. Они имели уважение к истине. Они отстаивали истину. Их привлекали люди, которые верили истине, но они не покорили себя работе Духа Святого. Они не упали на скалу, которая есть Иисус Христос, и не позволили своей ветхой природе разбиться. Они довольствовались поверхностной работой. Они не знают Бога. не знают Бога. Очень важно, чтобы мы об этом задумались. Все небо ждет каналы, через которые могло бы и слиться святое масло. Были ли другие, которые были обмануты? Давайте подумаем о брачной одежде. Человеке, который пришел без брачной одежды. Читаю Матфея 22 главе, стих 2, 11 и 14. «Старство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего. Он вошед посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого в небрачную одежду. И ему друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде?» Он даже молчал. «Да сказал царь слугам, ставши ему руки и ноги, возьмите его, пустите его во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Мы все званные, каждый человек в мире званный, мало будет избранных. Только те, кто имеет брачную одежду, что есть брачная одежда? Мы читаем. В книге «Наглядные уроки Христа» страница 317. Притча о брачной одежде открывает перед нами урок высочайшей важности. Это очень важно, чтобы мы понимали это учение Христа. Браком символизировано соединение, союз, человечество с божественностью. Когда мы отдаем себя Христу, мы отдаем Ему все сердце, и Христос входит в жизнь, и это и есть брак, и союз. Мы прикрепляемся к лозе. Это и есть брак, союз человечества с божественностью. Это называется оправдание. И дальше, что есть брачная одежда? Брачная одежда символизирует характер, которым должны обладать все, кто будет считаться достойным гостем для брака. Таким образом, брачная одежда, когда Христос живет в вас и работает в вас через Духа Святого. Характер Христа – плод Духа. Это и есть брачная одежда характер. И характер складывается из мыслей и чувств. Если мысли не верны, то и чувства будут не верны. Так мысли и чувства вместе составляют наш моральный характер. И поэтому Бог хочет, чтобы Его любовь контролировала нас, чтобы таким образом мы могли иметь праведный характер, брачную одежду. Давайте прочитаем Библии. Мы читаем Откровение 19, 7, 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься, без он чистый и светлый, без он же есть праведность святых». Но это не то, что святые производят сами. Это христианин, живущий во Христе, позволяющий Христу жить в Его сердце, производит плод Духа Святого, что есть характер Христа. Мы читаем, как получить его. В книге «Наглядные уроки Христа», страница 312, когда мы подчиняемся Христу, и это и есть брак, когда присутствует полное подчинение сердца Христу, когда мы подчиняемся Христу, наше сердце сливается с Его сердцем. Наша воля растворяется в Его воле. Наш разум приходит в единство с Его разумом. Все наши мысли сосредотачиваются на Нем. Мы живем Его жизнью. Это и означает быть облаченным в одежду Его праведности. Это не вы производите плод. Это вы настолько подчинили себя Ему, что Он может производить вас свою любовь. Это и есть брачная одежда, характер Христа. Вы готовы? Облачены ли вы в брачную одежду? Все должны пройти перед царем. Мы читаем книги «Свидетельство для церкви», том 1, страница 163. «Будьте честны перед самими собой. Помните, что только церковь, беспятная порока, будет представлена Христом Его Отцу». И мы читаем это в Слове Божьем Ефесянам 5 глава 25-27. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, вы омыты водою и духом, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот для чего Христос предал себя, чтобы очистить нас от неправедности и представить нас своему Отцу, чистою церковью. Бог не примет ничего, кроме чистоты и святости. Одно пятно, один порог, один дефект в характере навсегда отлучат их от небес, со всей их славой и величием. Вы скажете, это тяжелое высказывание. Один дефект в характере. Давайте посмотрим на это с практической стороны. Вот я, думая, что я на пути к небесам, и у меня негодование, чувство обиды по отношению к мужу. Я не хочу это отпустить. Я стучу в небесную дверь. Может ли Иисус позволить мне войти с негодованием? Нет, это дефект характера. Это неправильное чувство, и оно происходит как результат неправильной мысли, потому что чувство следует за мыслями, и мне нужно прийти к Богу и сказать, что я оставляю свое право негодовать на мужа. Я не имею права, не важно, что он сделал. Если я хочу быть христианкой, у меня нет права негодовать на кого-либо. Не так ли? Библия говорит, любите врагов ваши, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас. Она не говорит негодовать на них и раздражаться. Видите, я не понимала этого. И я негодовала и обижалась в течение 20 лет. Нет, это не было что-то большое. Многие люди носят себе много горечи, особенно в разбитых домах. Это очень печально. И если они стучат в небесную дверь, может ли им быть позволено войти с горечью? Нет, это дефект характера. Это порог. Никто не может войти на небо с грехами в сердце. И Иисус может очистить их сегодня. Сегодня мы можем прийти к Нему, но это не нужна вся жизнь. Сегодня мы можем прийти со всем сердцем и сказать Господь, вот, все мое неправильное поведение, все, что в моем сердце, я отдаю тебе. Очисти меня. И Он может сделать это сегодня. Сегодня день спасения. Завтра вы можете быть в могиле. Никто не знает, у людей неправильная идея, что освящение это результат всей жизни. Давайте будем продолжать работать, пытаясь стать хорошими. Это законничество, это эволюция. Христианство это сила Божия, чтобы очистить нас сегодня. Вы можете не знать все внешние вещи, которые Он хочет, чтобы вы совершали, но сердце может быть праведным сегодня. Вы видите разницу? Бог смотрит на сердце, а потом вы учитесь правильно одеваться, правильно питаться и заботиться о своем теле. Правильно, но сердце может быть праведным все это время. И это имеет отношение к брачной одежде, мысли и чувства, объединенные вместе. это наш характер. Праведность Христа книга «Желание веков» страница 555. Праведность Христа это не покрывало, скрывающее неисповеданные и неизжитые грехи. Это принцип жизни. Посмотрите на принцип жизни, который изменяет характер и контролирует поведение. Это праведность Христа. Это праведность во вере, позволяющая Духу Святому только контролировать наше внутреннее естество, что вы имеете характер Христа, плод Духа. Святость это полная преданность Богу. Это полное подчинение сердца и жизнь законом неба. Виноградные лоза и ветви это диаграмма Христа, показывающая, что значит быть христианином. Христос вас это славная надежда. Не Христос стучащий в дверь, не эгоизм на троне, и это то, что ладикицы не знали. Они думали, что они богаты и полны благ и ни в чем не имели нужды. Они не знали, что они жалки, слепы и наги, и они не понимали Евангелие. Они не знали, как прийти и умереть для греха и родиться свыше, чтобы Христос мог жить в них. И поэтому Иисус сказал, «Купите у меня золото, огнем очищенное. Купите у меня одежду, характер Христа. Купите у меня глазную мазь, чтобы вы могли увидеть ваше истинное состояние. И глазная мазь это Слово Божье. Глаз это ваш разум. Итак, мы сделаем небольшой перерыв и после мы продолжим снова в следующий час. Давайте помолимся. Отец Небесный, снова мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим, что Ты сделал Его таким простым. Помоги нам, Отец, чтобы мы действительно понимали Его и жили по Нему каждый день. Благодарим во имя Иисуса. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...